Здравствуйте! В эфире передача «Профессионал» и я, ее ведущая, Тамила Куруглиева. Если вы любите творческие профессии и просто жить не можете без театра, а может быть и сами хотели бы попробовать себя в этом деле, тогда эта передача для вас. Мы будем рассказывать, а самое главное – показывать о том, что происходит за кулисами театральной жизни. Итак, мы в театре. Здесь царит атмосфера волшебства и тайны. И сейчас мы с этим познакомимся поближе. С магией театрального искусства мы соприкасаемся, как говорится, с молодых ногтей. Еще тогда, когда родители берут нас за руки и ведут в театр, мы привыкли окунаться в театральную атмосферу, любим хорошую актерскую игру. Бываем увлечены той или иной постановкой, еще не совсем осознавая, что за этим результатом стоит слаженная работа огромного коллектива – творческого и технического. Актер, конечно, главный человек в театре, но есть еще и режиссер-постановщик, и художник-постановщик, и художник по свету и так далее. А вот и я. А, вы прекрасно посидите. Посмотрите, какие перчатки раздаллили. Перлин – это перлин. А вот наш друг говорит, что мы должны, что-то при чем-то не мебель, да? Да, да. Ладно, мы не мебель найдем, но почему? А, посчитайте, что в Германии физка может быть настоящим актером, может быть только в плане. Быть актером не так просто, как нам кажется. Для этого нужен талант и не только. Во-первых, нужна хорошая память, чтобы запоминать огромное количество текстов. Во-вторых, умение вживаться в образ, понимать задачу режиссера. Читки, постоянные репетиции, прогоны спектаклей, премьеры, аншлаги. Театр – это праздник, сопряженный с колоссальным трудом. Актер в совершенстве оттачивает каждое свое движение, каждую реприку, мизансцену. Все должно быть совершенным – от взглядов, интонации до сценического движения. Актер запоминает и воспроизводит большие объемы информации. Настоящий профессионал знает свой текст наизусть. Каждую реприку в совершенстве и не нуждается в подсказках суфлеров. Профессия актера – это круглосуточный труд. Самое главное – войдя в образ на сцене, не забыть из него выйти, сходя с нее. Каждая роль, она своеобразная. Есть трудные роли, а есть, которые тебе подстать. То есть, внутренне ты подходишь. И поэтому есть действительно роли, которые не трудно даются, а они просто психологически немножко другого склада. Поэтому бывает такая заторможенность. Думаешь, как сделать так, чтобы это был действительно тот герой, который требует режиссер. Ну, были, конечно. Но я быстро справляюсь с такими. Каждая роль – это моя частичка, которая выходит и работает именно на сцене, на зрителе. И дарит радость. Кому слезы, кому радость, кому гнев. Я не простая елка. Ох, не простая елка. Да, да, да. А волшебная. То есть, без плосок хорошо. Не получится у тебя ничего. Волк. 50% правильное распределение ролей – это успех спектакля. Умение правильно распределить роли. Иногда актер сам не знает, что он может. Ему вообще кажется, что он может совсем другое. Но режиссер видит, что он этого не может. Но ему кажется, что, например, Гамлет. Вот хочет человек Гамлет. Ну, я вот так банально буду говорить. Сейчас это всегда говорит пример, да. Все мечтают сыграть Гамлет. Ну, вот. Иногда актер, ну, мечтает сыграть Гамлет. Но он не Гамлет, абсолютно. Но он этого не знает. Это режиссер лучше знает, больше знает, Гамлет он или нет. Понимаете? Вот. Иногда в трагических нотах актера вдруг мы увидим комическое. И мы начинаем его развивать в разных, как бы… Самое главное – режиссеру не заштамповать актера. Он дает ему комедийно одинаковую роль. И вот мы его там, да, и он со спектакля в спектакль играет комические какие-то роли. И мы его заштампуем, заштампуем. Хотя самое главное режиссеру – это открыть ему больше граней актерских. Больше граней. Ну, вот. Дать ему комедию, траги-комедию. Так, чуть-чуть раскрыть, понимаете. Потом драму дать. С драмой пришел к трагедии. Надо найти в нем еще очень много потенциала, которое в нем есть. Театральный грим и костюм играют немаловажную роль. Они помогают актеру стать похожими на свой персонаж. Таким образом перевоплощаться ему намного проще. На первый взгляд может показаться, что эта специальность не требует никаких особых умений и навыков. Достаточно просто быть талантливым. Но это далеко не так. Чтобы создать определенный художественный образ, актеру надо постараться. При помощи интонации, мимики, движений, жестов и даже тембра голоса он усердно работает над тем, чтобы донести до зрителя не только содержание любого произведения, но и всю его глубину. Дед Мороз привез в лес елку. Не простык надо, ты не нарушил видеокамер, когда я не знаю. Знаешь, как скрипт из такой елки звучать будет? Я дебютировала в театре со спектаклем «Полуумный Журден» по пьесе Булгакова. Булгаковского мольера ставили. И я там играла Люсиль Журден, молодую героиню. Тогда я только пришла в театр, была как раз в том возрасте, когда можно играть молодых героинь. С удовольствием вспоминаю об этом времени, о том, как сплотилась трупа, когда мы работали над этим спектаклем, какая была шикарная музыка. Ну, в общем, самые светлые и добрые воспоминания. Яхта сам Дербенский, но мама к этому времени переехала сюда, к сестре, в Махачкалу. И где вот, казалось бы, в незнакомом месте устраиваться на работу? Ну, я думал, по привычке на завод пойду, тем более, что половина моей родни на заводе Гаджиева работали. Туда уже собирался, и дядя даже приглашал, он замдиректора завода Гаджиева был тогда. Я сказал, нет, я пойду в театр. Ну, я пришел, естественно, как в актеры сразу не возьмут, тем более актерского образования нет. Я сказал, ничего, я никакой работы не чураюсь. Я пошел в монтировщики, начал с самой низкой зарплаты и тому подобное. И тут же меня попробовали и Айгум Эльдарыч, и Ислам Амашич Казев. Они меня попробовали, значит, с первого в сказках, потом более серьезные спектакли, потом так-то, так-то. В общем, я на недолгое время там по семейным обстоятельствам вернулся в Севастополь. В театре флота я играл, и вот там я тоже прошел путь от монтировщика до завпостановочной части. Но, тем не менее, я играл в стольких спектаклях, что там один ныне покойный народный артист, он пошел и сказал, слушай, тебя увольнять нужно. Почему? Ты же больше меня зарабатываешь. Я говорю, Михаил Фимович, так я же работаю, а я? И я бы, может, там и остался, но, как говорится, я их устраивал очень, как хороший завпостановочной частью. А мне нужно было все-таки повышать свои актерские способности. Я вернулся в родной театр сюда, в Махачкаву. Театр для зрителя начинается с гардеробной, а для артиста – с гримерки. Современную публику ничем не удивить, и именно поэтому в театре появляются эффекты. А эффекты невозможны без изменения внешности актера. Вот и появляются различные костюмы, маски, бороды, парики и огромное количество косметики. Я участвую в сказке «Волшебная карта», играю я там Деда Мороза. Это очень веселая сама по себе сказка. В ней мы, так сказать, такие добрые, позитивные герои. Мы там проводим волшебство своеобразное. Там присутствуют у нас и злые герои, и у нас между ними такой конфликт зарождается. И мы играем вот такой замечательный спектакль. Честно говоря, я вам скажу, это моя дебютная роль Деда Мороза. Я никогда Деда Мороза не играл, и вот сейчас мне предстояло взяться за эту роль. И я, как скажу, я до сих пор еще ищу эту роль внутри себя, потому что не просто на самом деле взять и Деда Мороза сыграть. Это многие думают, что просто взял, одел бороду и сыграл, а его нужно прожить. И тогда все получается. Я в этой сказке играю Снегурочку. Вот очень интересная, очень веселая, добрая такая сказка, вот специально для детей. Вот там и мы в этой сказке задействуем и деток, и сами играем, и детки с нами, и игры играют тоже как-то вот. Настоящая интерактивная сказка. Театральный грим, костюм, весь воплощенный образ. Давайте по порядку. Для того, чтобы мы увидели красочный спектакль, работают сотни человек. Художники-модельеры, мужские и женские костюмеры, гримеры, парикмахер, мастера пошивочного цеха, обувщики, а также специалисты по росписи тканей. Мы заглядываем в реквизиторский цех. Там настоящие сокровища. От диадем до столовых приборов. Одну из комнат занимает художник по костюмам, на плечах которого ответственность за образы актеров, которые должны выглядеть органично и сделать акцент на характере персонажа. В начале работы разрабатываются эскизы для каждого артиста. Все обсуждается с режиссером, и только потом начинается пошив и поиск нужной одежды, обуви и аксессуаров, сумок, перчаток, украшений. Работаем, делаем спектакли, сказки. Нам дают эскизы, готовые уже художникам, принятых советом. Потом конструкцию, закройку, все делаем сами. Чьют мастера-девочки. В данный момент волшебная карта, сказка выездная. Думаем, интересная. Над этой сказкой мы сейчас работаем. Важно еще и то, на какой сцене будет идти спектакль. Кому он адресован, детям или взрослым. Так для спектаклей малых форм или чтецких вечеров делаются прозрачные, тонкие гримы. Гримы для спектаклей большой сцены очень яркие и плотные. Детские постановки отличаются тем, что в них используются насыщенные тона. Законченный грим невозможно представить себе без прически. Постижер – это специалист по изготовлению париков. Каждому образу он подбирает и изготавливает парик из совершенно разных материалов. Это может быть конский волос, волос сорлыка, буйвола и, конечно, натуральный человеческий волос. Выбор материала зависит от того, какими свойствами должен обладать парик и как в конечном итоге выглядеть. Я не знаю сложнее профессии, чем актер, честно говоря. Если говорить о высоком, я имею в виду, смысле этого и профессии. Да, это можно вообще-то прийти, что-то эмоционально сказать, и вот эта профессия. Нет, это совершенно научный подход к этой профессии. Это сложнейшая вещь, как перевоплотиться в другого человека и оставаться самим собой там тут же. И чтобы был другой образ, и чтобы было отношение его как гражданской позиции актера к этому образу, что он хотел бы сказать через этот образ. ПЕСНЯ 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 Декоративно-путафорский цех один из важных цехов театра по подготовке выпуска премьерных спектаклей, так как качество любого спектакля во многом зависит от того, как выглядят декорации. Мы здесь работаем в художественно-путафорском цеху, работаем над новогодним спектаклем, над новогодним оформлением елки. Здесь все работы происходят в основном здесь. А потом мы спускаемся и оформляем елку, фойе, спектакль на сцене. Когда находишься за сценой, видишь, как кто-то повторяет роль, кто-то отдыхает или в спешке меняет элементы костюма. Тут ты и понимаешь, что артисты и все, кто трудится над постановкой – это семья. А спектакль – их детище. И очень важно постоянно поддерживать друг друга, потому что хороший результат – всегда результат сплоченной команды. ПЕСНЯ Ну вот и подошел к концу наш день в театре. Надеюсь, вы узнали много нового. Ну а что узнала я? Быть актером – это тяжелый труд. Побывав на репетиции, я поняла, что спектакль – это творческий процесс, который требует от актера полной отдачи. Если вас интересует еще много интересных фактов о разных профессиях, смотрите передачу «Профессионал». И на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...